Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ватман, и в комментариях вы как-то просили меня проверить, в какую из семи гонок для болидов прибыльнее играть. Короче говоря, в какой из них больше платят. Потом тема болидов и гонок для них пошла на спад, и данный ролик стал немного неактуален и отложен в дальний ящик. Но за пару месяцев с момента выхода гонок для болидов, Rockstar уже дважды делают на них двойные и тройные выплаты денег и опыта. Казалось бы, зачем так поддерживать именно этот контент? Либо их жаба душит, что игроки в эти гонки почти не играют, а Rockstar ведь так старались, делая их. Либо они постоянно напоминают нам о болидах Формулы 1 и гонках для них, чтобы мы не забыли. А для чего не забыли? Возможно, из-за грядущего обновления, о котором все знают ровным счетом ничего. Это лишь мое предположение. О более подробной информации о переливании воды из пустого в порожнее можете обратиться к фейк-оделам, которых на просторах Ютуба хватает. Эта неделя вновь подарила нам тройной счетчик по гонкам Формулы 1, так что сейчас отличный момент сделать ролик о том, где лучше гонять, чтобы стать миллионером в GTA Online. Конечно, если не учитывать тот факт, что ролик вышел во вторник, а тройные выплаты, скорее всего, закончатся в четверг. Сразу скажу, что я проезжал треки несколько раз с разным временем, для того, чтобы выяснить, сколько денег платят за определенное время на финише. И сначала у меня была дилемма. Я гонял на этих треках с другими игроками, а в этом случае данные были неточными, поскольку количество игроков в гонке напрямую зависит от того, сколько денег получит победитель и остальные овощи в гонке. А при переходе в новое лобби, количество игроков постоянно менялось. Можно же снимать гонки со зрителями, можете спросить вы. Но я имею такое удовольствие каждый четверг, когда мы тестируем машину на подиуме казино. В силу рукожопости разработчиков Rockstar, половину игроков вообще не видит игра и отправить им приглашение нельзя. А тем, которым можно, либо не удается зайти из-за постоянной загрузки, либо постоянно выкидывает из гонки. Так что попытка проехать все гонки с одинаковым количеством игроков также фантастична, как нормальный нерф опрессора МК-2. Поэтому единственным верным решением было проехать все гонки одному, чтобы данные были точными. И что я нашел, сейчас расскажу. В общем, минимум кругов гонки можно установить только 5. Так что буду приезжать гонки по 5 кругов с разным временем. Рассказываю на примере первого трека болидов Стряска, проходящего в аэропорту. Первый заезд у меня был в стиле «Не мешало бы вспомнить, что это такое». Но вспомнил как-то быстро, и в итоге время на финише 3 минуты 56 секунд. А денег дали всего 8820 долларов. Тогда я перезапустил эту гонку, но ехал медленнее, и здесь не обошлось без аварий, отломанных спойлеров и неиспользованного кекса. В итоге спустя 5 кругов время на финише было 4 минуты 8 секунд, и денег дали аж 15144 доллара. Вот это разница, подумал я. Проехал на 20 секунд дольше, а денег дали почти в 2 раза больше. Прям аттракцион невиданной щедрости. Тогда я запустил гонку в третий раз, но нарочно ехал так медленно, чтобы время было больше 10 минут. Даже притормозил, прикурить на финише. И здесь я получил аж 25224 доллара. Напоминаю, что это с учетом тройных выплат. Запомните эти цифры, они нам еще понадобятся. Хотя зачем запоминать, есть же таблица. Переходим на второй трек, «Вершина социума». Первый раз был в стиле привыкнуть к трассе, посмотреть на свои ошибки, и не допустить их в следующий раз. На финише время было 7 минут 41 секунда, и заплатили аж 20 184 доллара. Обороты прям начали нарастать. Второй запуск гонки был в стиле гонщик Формулы 1. Постоянное использование кекса, когда он наконец-то заполнялся, и более-менее нормальное прохождение трассы, позволили улучшить время на 20 секунд. Ситуация, как и в первом случае, но заплатили мне точно такую же сумму. Третий запуск гонки с состоянием на финише и переездом через линию спустя 10 минут принёс мне 25 224 доллара. Напомню, что в прошлой гонке денег дали столько же. В первых двух прохождениях этого трека сумма одинаковая, поскольку в обоих случаях болид финишировал в 7 минутах. Картина постепенно начала проясняться, так что переходим к третьему треку своим чередом. Первый раз я вспоминал эту трассу, и намеренно не включал буст. И ещё пару раз не вписался в поворот. Время на финише 7 минут и 6 секунд, и 20 184 доллара в карман. Второй проезд был с бустом и чистым прохождением, и на финише улучшение почти на 40 секунд, а денег заплатили столько же. Третий заезд с ожиданием 10 минут, и заплатили снова 25 224 доллара, столько же, сколько и в первых двух гонках. На крючке четвёртый трек болидов, самый долгий по протяжённости и поэтому по времени. Здесь я сразу проехал трек максимально быстро, ибо уже привык к управлению болидом. И лучший результат я показал 8 минут и 13 секунд. То есть проехав 5 кругов за 8 минут, мне заплатили 25 224 доллара. И вот он первый точный вывод. При тройных выплатах, если проходить гонку одному, максимум, сколько вы сможете заработать, это 25 тысяч долларов. Сразу поделю на 3, получится чуть больше 8 тысяч. При условии, что затратите на трек 8 минут. На начале своей ютуб деятельности, я даже хотел снимать ролик о супербыстром и почти пассивном заработке 1 тысяча долларов в минуту. Всего-то надо было начать любую гонку и оставить машину так на всю ночь, например, передав управление мышкой вашему трудолюбивому коту, чтобы вас не выбросило из онлайна. Но хитрый Рокстар этого чли и установили предел заработка одному игроку в гонках, который заканчивался на 8 минутах. То есть первые 8 минут гонки вы зарабатываете, а потом просто едете в холостую. И треки болидов не стали исключением. Без тройных выплат при одиночном катании вам также заплатят 1 тысяча долларов в минуту. Так что фарм здесь так себе. 8 тысяч за 8 минут против того же Богдана, где за 8 минут можно заработать миллион. Чтобы подтвердить свою теорию о 8 минутах, я проехал трек еще раз, но подождал 10 минут. И на финише мне снова заплатили 25224 бакса. Следующий трек, драйв и скорость, я проехал с результатом 4 минуты 36 секунд. Заплатили мне 15144 доллара. А затем также ждал на финише, но уже до 8 минут. В итоге получил, как и предполагал, 25224 бакса. И вот, чтобы прям точно подтвердить теорию о 8 минутах, я поставил на этом треке 10 кругов вместо 5, и больше 50 минут катался по форту Занкуда, в надежде заработать миллион. Но на финише мои старания никто не оценил. Что я проехал 5 кругов, что 10, что за 8 минут, что за 10 минут, что за 50. Мне все равно заплатили 25224 доллара. Если бы не тройные выплаты, то кататься 50 минут ради 8000 долларов было бы самым неприбыльным фармом в игре. Ну и теперь, когда я знал, какую максимальную сумму дают и за какое время, мне просто было интересно, за сколько я смогу проехать два последних трека. Новая волна была преодолена за 5 минут и 48 секунд, и заплатили мне 15144 доллара. А реновация, самый загруженный трек из всех, мне покорился после 6 минут и 22 секунд. За него мне заплатили 20184 доллара. И проанализировав полученные данные из таблицы, можно сделать точный вывод по гонкам болидов Формулы 1 и остальным гонкам в игре. Нет такого трека, за который бы Рокстар платили больше, чем за другие. Все треки одинаково оплачиваются и зависят лишь от времени их прохождения. На примере тройных выплат показываю. Время 5 кругов до 4 минут почти 9000 долларов. От 4 минут до 6 15000 долларов. От 6 до 8 минут 20000 долларов. И свыше 8 минут вам заплатят 25000 долларов. С копейками. Если тройные выплаты не учитывать, то количество долларов в тысячах будет примерно равно количеству потраченных на гонку минут. Так что для фарма денег именно одиночное катание в гонках не подходит. А вот участие в гонках с другими игроками является отличным способом сколотить состояние. Особенно если занимаешь первые места и на гонки идут тройные выплаты. Так что в случае с болидами до тройных выплат, когда набиралось полное лобби, победитель мог заработать до 60000 долларов. А при тройных выплатах это вообще баснословная сумма в 180 тысяч долларов за каких-то 8-10 минут. Конечно не Богдан, но для разнообразия подойдет. Я ради интереса подсчитал, сколько я заработал на этих гонках за 3 часа, пока снимал материал для видоса. 306 516 долларов. Просто катаясь в одного на Аболиге Формулы 1. Рокстар точно не хотят, чтобы мы забывали об этом режиме. Так что в любой из гонок платят одинаково и зависит эта сумма от времени, за которое вы прошли данную трассу. И с этой точки зрения, трек на крючке является наиболее привлекательным, потому что вы в любом случае 5 кругов проедете примерно за 8 минут и за это время получите нужную вам сумму. В то время, как на других треках, катаясь одному, вам придется стоять на финише и ждать этих 8 минут. Ну а вообще прибыльнее будет гонять в этих гонках с другими игроками. Надеюсь, тема эта раскрыта полностью и данный видос будет полезен для вас. А у меня на этом все. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok